Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы начинаем новый цикл бесед «Церковное учение о мытарствах». И это предварительная беседа, таких будет три, прежде чем мы перейдем, собственно, к мытарствам. Далее на основании священного писания, священного предания мы рассмотрим данный вопрос и обсудим каждое мытарство в отдельности. Сторонникам апокатастасиса, учения о всеобщем спасении, рекомендую чаще вспоминать следующие слова святителя Иоанна Слатоуста. «Дьявол для того убеждает некоторых думать, что нет гиены, чтобы ввергнуть в нее. Напротив, Бог угрожает гиеной и ее приготовил, чтобы мы, зная о ней, так жили, чтобы не впасть в гиену». Вот эти слова, они могут быть хорошим эпиграфом для всего цикла этих бесед. И для нас очень важно именно в русле классического православного богословия рассматривать вопрос о мытарствах. Священномученик Ирине Леонский писал, «Ибо заблуждение не показывается одно само по себе, чтобы, явившись в своей ноготе, оно не обличило само себя, но хитро нарядившись в заманчивую одежду, оно достигает того, что по своему внешнему виду для неопытных кажется истине самой истины». Действительно, дьявол очень много делает для того, чтобы сбить людей с истинного пути, и чтобы люди обнадеживали себя мыслью о том, что Божье милосердие, оно потерпит все и все простит, все исцелит. Но те, которые так думают, они забывают о том, что Божественная Любовь, именно Божественная Любовь создала человека свободным. И будучи свободным, человек сам выбирает, где он будет находиться в Вечности. Поэтому свой ад или свой рай мы добровольно сами создаем еще в этой земной жизни. На Западе часто происходит дискуссия по вопросу о всеобщем спасении, насколько такое учение соответствует истине классической христианской теологии. И те, которые ратуют за апокатастасис, за всеобщее спасение, они обычно много прикрываются такими понятиями, как любовь, как милосердие. Забывая о том, что Бог создал человека по образу своему, по образу Божию сотворил мужчину и женщину. И как Бог абсолютно свободен в своих решениях, так и человек. И если бы все неизбежно попадали бы в рай, даже вопреки своей воле, тому образу жизни, который они избрали, это бы являлось бы насилием над свободной волей. Я читал одну книгу, где говорилось о дискуссии по поводу оригенистского представления о всеобщем спасении. И один западный богослов, католик, он очень интересно сказал, «Тот, кто не верит во всеобщее спасение, толстокожий буйвол. Тот, кто проповедует всеобщее спасение, безответственный осел». Я предпочитаю в данном случае оставаться толстокожим буйволом, тем более комплекция позволяет. Священно-мученик Ириней Леонский обозначил проблему. Ложь выглядит более истинно, чем сама истина. Если говорить о учении о всеобщем спасении, как это реализуется даже в православных учебных заведениях, то очень интересно мнение блаженной памяти отца Серафима Роуза. Он очень хорошо был знаком с системой православного образования в Соединенных Штатах Америки, в Европе. Он пишет, «Возможно, ни один аспект православной эскатологии не был столь неправильно понимаем, как воздушное мытарство. Многие выпускники современных модернистских православных семинарий склонны вообще целиком отвергать это явление как некое позднее добавление к православному учению или как вымышленную реальность, не имеющую основанию ни в Священном Писании, ни в святоотеческих текстах, ни в духовной реальности. Эти студенты являются жертвами рационалистического образования, которому не хватает тонкого понимания как различных уровней той реальности, которая часто описывается в православных текстах, так и различных смысловых уровней, часто встречающихся в библейских и святоотеческих текстах. Современный рационалистический чрезмерный упор на буквальное значение текстов и реалистическое или приземленное понимание событий, описываемых в Священном Писании и житиях святых, замутняют или даже вообще полностью затмевают духовный смысл и духовный опыт, которые служат зачастую основными православными источниками. Это из работы отца Серафима Роузы, которая называется «Приношение православного американца». Если говорить о классической теологии, давайте обратим внимание на символ веры святителя Афанасия Великого. Он учил, «С Его, то есть Христа, пришествием, все люди воскреснут в телах, и каждый отдаст отчет в своих делах. Те, кто творил добро, пойдут в жизнь вечную, а те, кто творил зло, вечный огонь. Такова кафолическая вера, которой, если кто не придерживается твердо и верно, не может быть спасен». И было соответствующее определение собора, поместного Константинопольского собора 543 года о всеобщем спасении, как анафема Оригену. «Если кто говорит или думает, что наказание демонов и нечестивых временно, и что ему через некоторое время приходит конец, или же что существует апокатастасис демонов и нечестивых, да будет отлучен от общества верных». Анафема. В Священном Писании сказано «Веселись, юноша, в юности твоей, и довкушает сердце твое радости во вся дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Это книга Экклесиаста, 11 глава, 9 стих. Нас, священников, часто спрашивают, когда наступает точка невозврата в жизни грешного человека, когда он уже реально не может самостоятельно вернуться на путь спасения и обрести его. Точка невозврата, порог, дойдя до которого, переступив через который, человек не может вернуться к Богу, если он в состоянии греха. Это физическая смерть каждого из нас. Конечно, пока человек жив, есть надежда на то, что он успеет примириться с Богом. И сам факт, что человек жив, он указывает на то, что есть какое-то намерение Бога относительно этого человека. В книге «При мудрости Иисуса, сына Сирахова» сказано, «Испытывай себя прежде суда и во время посещения найдешь милость». Книга Сирахова, 18 глава, 20 стих. Человек должен испытывать себя прежде суда, суда частного, который осуществляется над ним после смерти, вскоре после смерти, и окончательного суда, который будет в день воскрешения тела. То есть, прежде чем суд еще не наступил, прежде чем не начались мытарства, мы должны испытывать себя и так до момента нашей физической смерти. Книга Сирахова, 18 глава, 20, 22, 24 стих. «Испытывай себя прежде суда, и во время посещения найдешь милость. Прежде, нежели почувствуешь слабость, смиряйся, и во время грехов покажи обращение». «Ничто да не препятствует тебе исполнить обет благовременно и не откладывай оправдания до смерти. Припоминай о гневе в день смерти и о времени отомщения, когда Господь отвратит лицо свое». «Немало христиан ориентируются на загробную жизнь, на существование после смерти, надеясь там найти разрешение всех проблем. Я называю подобное представление суицидальной сатериологией. По-настоящему, как я уже сказал, свой рай или свой ад мы творим в этой земной жизни». И ад, который мы творим в этой земной жизни, как говорил известный британский писатель Клайв Льюис, это дверь, которая запирается изнутри. «Человек сам отгораживает себя нераскаянными грехами от Бога». Наша земная жизнь – это самое важное и ответственное время именно в деле нашего спасения. Перейдя порог между жизнью и смертью, мы, во-первых, потеряем инструмент возможного исправления, каковым является наше тело, и душа уже не способна что-либо изменить самостоятельно. Сказанное в книге «Второзаконие», 30 глава, 19 стих, «Восвидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери». Человек действительно является свободным существом, пока он жив, он имеет инструмент исправления души, тело его пока с ним, и Писание предлагает избрать жизнь, отвергнуть смерть. Заповеди и даны для жизни, как сказано в Слове Божьем. В книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» также сказано, 11 глава, 26-27 стих, «Легко для Господа в день смерти воздать человеку по делам его». Минутное страдание производит забвение у тех, и при кончине человека открываются дела его. Богу легко остановить эту жизнь, и сразу все дурное, как некая накипь, всплывает, обнаруживается перед самой душой, которая становится абсолютно незащищенной. В этой же книге мы читаем, 18 глава, 20-22 стих, «Испытывай себя прежде суда, и во время посещения найдешь милость. Ничто да не препятствует тебе исполнить обет благовременно, и не откладывай оправдания до смерти». Действительно, это очень опасно откладывать момент примирения с Богом через таинство исповеди к моменту смерти. Да, конечно, мы молимся о христианской кончине и надеемся, что нас будут напутствовать и исповедью, и причастием, и соборованием. Но кто может знать, какой будет его смерть? Может быть, она произойдет совершенно внезапно, и Бог таким образом накажет нас за нашу беспечность, что мы не думали о том, что день тот, день смерти, может найти на нас, как тать ночью, неожиданно, нежданно. Святые апостолы призывали неверующих и неопределившихся. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. 2 Коринфянам 5,20. Вот этот призыв апостольский «примиритесь с Богом», то есть пока еще живы, пока еще есть время положить начатки покаяния. Здесь, в этой земной жизни, жизнь, она или теряется, или она обретается. Итак, святые отцы церкви, как и Священное Писание, учат о том, что все решается в этой земной жизни. И неприходящее значение и ценность этой земной жизни заключается в том, что спастись мы можем только здесь. Священномученик Климент Римский писал «Итак, покаемся, пока живем на земле, ибо мы глина в руке художника, как горшечник, когда делает сосуд, и он в руках искривится или распадется, может опять восстановить его, а когда поспешит поставить его в горящую печь, тогда уже не поможет ему. Так и мы, пока еще живем в мире этом, должны каяться от всего сердца в том зле, которое мы сделали воплоти, чтобы получить от Господа спасение, доколе имеем время покаяния. Ибо подшествие нашим из мира, мы уже не можем там исповедаться или покаяться». А вот что писал священномученик Киприан Карфагенский «Позаботьтесь, позаботьтесь, пока можно, о своей безопасности и жизни. Убеждаем вас, пока есть еще возможность, пока остается еще несколько века принести удовлетворение Богу. Когда настанет исход отсюда, не будет уже никакого места покаянию, никакого действительного удовлетворения. Здесь жизнь теряется или сберегается. Здесь обеспечивается вечное спасение почитанием Бога и делами веры, и пусть никто не задерживает нас на пути ко спасению. Грехи или годы для того, кто живет еще в этом мире, никакое покаяние не поздно, вход к снисхождению Божию открыт, и ищущим и разумеющим истину доступ удобен. Молись о грехах, хотя бы то при конце и исходе временной жизни, верующему божественной любовь, оказывает спасительное снисхождение и в самой смерти совершается переход к бессмертию. И это говорится не в том смысле, что мы должны быть привязаны ко всему материальному в этой жизни, что здесь все решается, потому что материальное это то, что истлевает от употребления. Смотрите, послание Колоссянам, 2 глава, 22 стих. Но ценность этой жизни заключается в том, что от того, как мы поведем себя на земле, зависит наша вечная участь. то есть вечная участь решается не за гробом. Решить этот вопрос мы можем только в этой жизни, когда двери покаяния открыты, молитвы приемлются Богом, слезы наши видны Создателям. И вот об этом писал преподобный Ефрем-Сирин. Будем молиться, пока есть на сие время. Здесь, пока мы в этой жизни, всегда можем умилостивить Бога. Нетрудно здесь снискать нам прощение и благовременно для нас ударять в дверь Его милосердия. Прольем слезы, пока еще время к принятию слез, чтобы отшедшие в тамошний век не плакать бесполезно. Ибо там за гробом ни во что не вменяются слезы. Здесь выслушивает нас Бог, если взываем к Нему. Здесь прощает, если просим о том. Здесь изглаживает беззаконие наши, если мы благопризнательны. Здесь утешение, там допрос. Здесь терпение, там строгость. Здесь снисхождение, там справедливость. Здесь свобода, там суд. Итак, свободная воля, как некий священный дар, который дан каждому человеку, дана именно для того, чтобы в этой земной жизни мы определились в добре или во зле. действительно очень важно понять, что пока мы живем, это великое преимущество в сравнении с мертвыми, которые находятся в неком реликтовом состоянии, ничего не могут существенно поменять. а мы можем совершенствоваться, приступать к спасительным таинствам церкви, так как в церкви есть необходимые средства для нашего очищения, освящения, преображения. И вот преподобный Юстин Попович, автор прекрасной эсхатологии, пишет, религиозно-нравственное состояние души не меняется коренным образом загробной жизни, то есть какими мы умираем, такими же мы остаемся там. И Юстин продолжает, если бы Бог изменил его коренным образом, то совершил бы насилие над неприкосновенной свободой человеческой души и уничтожил бы то, что личность делает личностью. Однако и сама душа в загробной жизни, хотя бы всем существом своим хотела и желала полностью изменить себя и начать новую жизнь, которая бы совершенно отличалась от ее жизни на земле, не могла бы этого сделать, не могла бы потому, что в загробном мире ей будет недоставать тело, являющегося необходимой составляющей человеческой личности для ее совершенного самоопределения и деятельности, потому что ей недостает земных условий и средств спасения, то есть возможности приступать к очистительным таинствам. Рассуждая о том, что для умерших покаяние закрыто, преподобный Иоанн Дамаскин пишет, «Нужно знать, что падение для ангелов то же, что смерть для людей, ибо после падения нет им покаяния, как и людям нет покаяния после смерти». Вот так святые отцы рассуждают о значимости этой временной жизни. Здесь жизнь теряется или сберегается, ибо ее главное назначение, чтобы в этой земной жизни мы определились в добре и зле. И в Писании говорится о том, что долготерпение Божие ведет к покаянию. И если грешники существуют рядом с нами, и мы, впадая в грех, не погибаем сразу, это свидетельствует о том, что долготерпение Божие ожидает, когда мы обратимся к Богу, когда мы успеем примириться с Ним. Но парадокс заключается в следующем. В этой земной жизни мы больше заботимся о своем теле, хотя мы точно знаем, как бы мы ни старались, наше тело точно погибнет, точно умрет, точно разложится в земле. День спасения нашего тела это когда будет воскрешение тел. Здесь тленное обличется в нетление, и тело станет бессмертным. Эта земная жизнь не для спасения тела, а для спасения души. потому что душу можно спасти только в этой земной жизни. И если в этой земной жизни мы не спасем душу через обращение к Богу, мы нигде и никогда уже не сможем спасти ее. И это парадокс. с другой стороны в этой жизни существование тела поддерживает душа. И когда душа выходит из тела, это есть момент смерти. Тело начинает разлагаться, распадаться на тот прах, из которого Бог и создал человека, как сказано, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его, в ноздри его, дыхание жизни, и стал человек душою живою. Но когда душа выходит из тела, она не имеет полноты бытия, она не может терпеть полноты страданий или полноты блаженства, она в преддверии рая или в преддверии ада. И если в этой жизни душа есть обеспечение жизни для тела, в той будущей жизни все будет наоборот. Воскресшее тело сообщит душе полноту бытия. И отцы церкви видели в этом справедливость окончательного воздаяния, которое будет в теле. потому что грешил человек в теле и будет отвечать вместе с телом. Пережил путь раскаяния, обращения к Богу, живя в теле и наслаждаться будет дух, душа и тело во всей целокупности, в радости общения с Богом. Святые отцы учат, что человек рожден для того, чтобы примириться с Богом и что только в этой временной жизни можно обрести мир с Богом и в Боге. И вот эту истину мы должны выучить из этого сегодняшнего урока. Есть одна история. Недалеко от Царьграда один разбойник часто нападал на мирных жителей, умервлял, грабил, избивал, насиловал. И невозможно было никому спокойно существовать в этой местности. Когда об этом узнал византийский император, он послал в дар этому разбойнику золотой крест с драгоценными камнями. Когда разбойнику принесли крест от императора, он задумался, тем ли он занимается. Этот крест был призывом к покаянию. И разбойник ответил на призыв. Он вернулся в город, добровольно сдался властям. Вскоре обнаружилось, что он смертельно болен. Когда разбойник был уже при смерти, он лежал на смертном адре и плакал о смертных грехах. У него был платок, которым он вытирал слезы. И когда он умер, бесы во множестве окружили его. Ему было очень страшно, но тут появились два ангела, которые искали для него оправдания. Эти два ангела не могли найти для него оправдания, потому что между последним убийством, которое он совершил, и моментом его смерти прошло всего десять дней. за это время он мало чего мог сделать хорошего, но вот платок со слезами оказался основанием для прощения этого человека. И монах, который видел ангелов с этим платком, поспешил к телу мертвого. Он увидел бывшего разбойника, который лежал мертвый, а на лице был тот самый платок, пропитанный его слезами. Этот человек успел примириться с Богом. Подобных историй существует достаточно много. И оканчивая сегодняшнюю нашу беседу, я прочитаю, может быть, самые поэтические слова из Священного Писания. Книга Экклесиаста, 12-я глава с 3-го по 7-й стих. Вот день, когда задрожат стригущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут черри пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, доколи не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Вот та неизбежность, которая ожидает всех нас. Когда умирал псалмопевец Давид, он так и говорил, «Я отхожу в путь всей земли». И во дни Иисуса Христа бытовало следующее выражение из трактата Перкея вот «Человек рождается для смерти, умирает для жизни». Но какой будет эта жизнь, зависит от того выбора, который мы делаем сами до момента нашей физической смерти. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. «Экзегет» всем 達' «Экзогут». » «Экзогут» 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 Продолжение следует...